Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас с вами пустые баночки. Не только весны, но и зимы. Я немножко затянула с этим делом все то, что я буду покупать снова, что мне понравилось, что нет. Да, поехали! Кто бы мог подумать, блеск для губ от бренда Revolution. На самом деле очень хороший. Я буду покупать и цветной, скорее всего, этот повторю. Мне его подарила подружка, и она угадала здесь все то, что мне нравится, глянцевый финиш, очень хорошее питание. Он с ментоловым эффектом, был прозрачным, наносила и поверх помады, и без ничего. Иногда даже в качестве ночного какого-то бальзама для губ после матовых помад моментально восстанавливал губы, убирал все шелушинки. Приятный большой аппликатор, актуальный нынче. И я однозначно куплю себе его повторно. Настолько он хорош. Гидрофильный щербет от бренда Hamish. В этот раз версия с мандарином. Я люблю как классическую, так и эту. По итогу все очень удобно. Открывается крышечка, ничего не нужно откручивать. Сюда не попадает вода, лопатка. Щербет точно так же хорошо удаляет макияж. Единственное, что когда я сильно прокрашиваю ресницы тушью, тогда мне еще обязательно нужно досмыть это все пенкой или гелем для умывания, который не просто убирает остатки гидрофильного масла, а и досмывает косметику. Но в целом, в большинстве случаев, вот этот гидрофильный щербет совсем справлялся. И когда-то куплю его или классический. Я сейчас немножко переключилась на гидрофильные масла, которые должны еще убирать черные точки. Копаю в эту степь. Интересно, что из этого получится. Если ничего, и окажется, что это только маркетинг, то просто с удовольствием вернусь к гидрофильному щербету. Есть миниатюры, и даже когда я еду куда-то, я предпочитаю лопаткой набрать щербет, чем переливать гидрофильное масло. Тогда я уверена, что нигде ничего не прольется. И вообще гидрофильные щербеты это удобная штука. Это восстанавливающая, типа как маска для волос от бренда Olaplex. Номер 3 в их уходовой линейке за волосами. Не могу сказать, что это нужно всем. Но в тот момент, когда я неудачно осветлила волосы, это было единственное, что спасло хотя бы их внешний вид, не состояние, потому что сожженные волосы ты ничем не восстановишь. Но они хотя бы были какими-то управляемыми. Они не торчали в разные стороны. И сейчас, когда у меня снова появилось несколько светлых прядей, я тоже доиспользовала это все. Я наношу это средство на влажные волосы, оставляю там минут на 10, так мне сказала парикмахер. Потом смываю кондиционер, и все было хорошо. Сейчас я бы тоже купила его, его на очень долго хватает. У меня короткая стрижка и также не слишком густые волосы. Не нужно выливать полбанки, а там немножко, и уже было хорошо. Я также купила себе миниатюру маски К18. Посмотрим, отличаются ли они чем-то. Но в целом мне нравилось, и тогда это было спасением для меня, потому что не хотелось под ноль буквально срезать свою челку. Это была катастрофа. Но Olaplex немножечко помог хотя бы визуально это все скорректировать. Маркер для бровей от бренда Eveline. Я сильно переживаю, потому что они много где перестали продаваться. Это то, чем я пользуюсь каждый день. То есть я зачесываю брови сверхсильно фиксирующим гелем для бровей. Большую часть, вот где недостает волосков, я добавляю маркером. И потом только у основания немножко теней для бровей. Но вот это основа. И несмотря на то, что я пользуюсь только частью с маркером, здесь удобная такая кисточка ворсовая. С второй стороны тени. Но тенями, честно говоря, сначала как-то я пыталась пользоваться, потом использую маркер, и на этом все. И чем же он мне так сильно нравится? Он не как фломастер. Он как будто такой немножечко полупрозрачный. И у них очень хорошие цвета. Лайт для блондинок, таких пшеничных. Для тех, кто ищет оливковый подтон. И супер универсальный медиум. И почему они решились то ли снять это с производства, то ли только с продажи в Росманах. Без понятия. Но посоветуйте мне, чем пользуетесь вы. Для меня это прям боль. Если это перестанут продавать, я уже купила себе два запасных. И это у меня был оттенок медиум, насколько я помню. Или лайт. В любом случае, беру или тот, или другой. Я как-то приспособилась использовать оба. У медиум более насыщенный оттенок. И он скорее тауповый. А лайт, он с оливковой ноткой. Но все равно серо-коричневый очень правильный. Пожалуйста, оставьте. Или продайте мне пару десятков штук. Увлажняющий крем для тела. Бренда ЦРВ. Для сухой и очень сухой кожи. Это то, чем я спасаюсь в холодное время года. Он, с одной стороны, густой. Он такой обволакивающий. Но он хорошо впитывается. У меня зимой бывают обострения атопического дерматита. И я ничем не могу убрать вот это шелушение кожи. И на ногах иногда бывает такое, что как будто, знаете, с тебя аж сыпется. Все как пыль такая. И я не могу себе позволить ничем не намазаться после душа, например. А если мороз, то пиши пропало. И мне этот крем очень хорошо подходит. Он с церамидами, с гиалуроновой кислотой. И я знаю, что такая формула, возможно, для некоторых будет слишком такой богатой и насыщенной. Но для меня это прям вот то, что помогало мне как-то справиться с сухостью. И то, что устраивало и по текстуре, это не впитывалось под ноль. Так, чтобы там через 10 минут мне снова нужно было чем-то намазаться. И вот этим кремом я могла пользоваться, например, раз в два дня. То есть, если намазалась вечером, на следующий день все окей. Даже после душа не было вот этой экстремальной сухости. Но летом, наверное, этого будет слишком много. Мой ламеллярный крем от Atapalm. Господи, я покупала его очень много раз. И я долго сидела на нем. Сейчас я нашла еще кое-что интересное из корейского ухода. Но этот крем, это все равно мой любимец вне времени. Опять же, для сухой кожи, если используешь ретинол, если мороз за окном. Хотя даже в теплое время года я умудрялась его использовать. Есть более легкая версия. Это бренд Atapalm, тоже Корея. Я настолько полюбила корейский уход, что мне кажется, мне сейчас другое. Даже не очень сильно-то и интересно. Главное, что это работает. Он ничем не пахнет. Он отменно помогал справиться с шелушениями. И вообще не позволял коже пересыхать, когда был очень сильный мороз. Из-за этого он мне нравился. Он хорошо впитывался. И даже как база под макияж. Знаете, такая действительно база ухода. Но сейчас есть еще что-то, что мне нравится не меньше. Если не можете себе подобрать какой-то базовый уход, особенно в сочетании с кислотами, с ретинолом, то имеет смысл обратить на него внимание. Я заказываю его на iHerb. Очень большой объем. Его можно использовать не только на лицо, но и на тело. Шампунь, с которым, я надеюсь, мы таки попрощаемся. Я очень долго хранила его на всякий случай, потому что это было чуть ли не единственное, что выручало меня. Это шампунь от бренда Виши, линейка Деркос. Это то, о чем вы чаще всего спрашиваете. Это то, что многим из вас помогло. Этот шампунь назначал мне мой дерматолог. Когда у меня была проблема, кстати, не могли определить, что это такое, у меня чесалась кожа головы. Это была психосоматика, насколько я сейчас понимаю, потому что я проработала многие моменты с психотерапевтом. Но на тот момент, когда я попала к дерматологу, мне назначили лекарства от аллергии. У меня было очень много обследований. И специальные шампуни, и вот этот, и в конечном итоге я поняла, что мне больше всего помогает вот этот шампунь. И даже когда моя болезнь или вот эти симптомы, они отступали периодически, если я очень сильно переживала из-за чего-то, зуд возвращался. И помыла несколько раз вот этим шампунем голову, и все, проблема пропадала. Наверное, я тоже успокаивалась, и все это сильно взаимосвязано. У меня шампунь для нормальных волос и для жирных, ну то есть для кожи головы. И этот шампунь не только от зуда, он еще и от перхоти. Перхоти у меня никогда не было, ну может в юношестве там несколько раз, но как-то во взрослой жизни я не припоминаю. И действительно, этот шампунь снимает зуд. Как им правильно пользоваться? Вы его вспениваете именно кожу головы, хорошо вот так вот промываем и оставляем на одну-две минуты. Только потом смываем. То есть не как обычным шампунем. Многие, да, пользуются. И потом уже какой-то кондиционер для волос. Шампунь достаточно активно промывает волосы, поэтому имеет смысл нанести, например, восстанавливающий или разглаживающий кондиционер. И сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, ничего такого на коже головы не происходит. И я могу сказать ему спасибо и попрощаться с ним. Тонер для лица от G9 Skin. Он такой большой, он такой экономный. Я так долго им пользовалась. Он хорошо увлажняет кожу. Он такой белый и чуть более густой, чем обычный тоник. Не впитывается под ноль, а оставляет, ну не то чтобы пленочку, а просто, как знаете, первый такой увлажняющий слой на коже. Это не особо ощущается. И в моем случае обязательно нужно было как минимум воспользоваться кремом. И иногда даже добавить сыворотку. Он с молочными протеинами, с церамидами и увлажняющий антивозрастной. Ну, с антивозрастным я могла бы поспорить. Просто базовый тоник для утреннего или вечернего ухода. Тоже корейский бренд. И очень многие тоники делают то же самое, но стоят гораздо дороже. Этот неплохо. Увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой, Коз де Баха. Ну, друзья мои, это просто увлажнение, то есть без каких-то спецэффектов. И то, если вы привыкли к увлажнению от сыворотки, которая прям ощущается, она такая как бы липкая на коже. Это немножечко другая история. Просто дополнительное увлажнение к вашему основному уходу. К тонику, к крему, например. Сыворотка окей, но не то чтобы вау. Сейчас я открыла для себя еще кое-что другое, что действительно с такими приятными бонусами. Сыворотка от бренда Selly Max. Во влоге покажу вам свою актуальную уходовую рутину. У меня больше средств от бренда Selly Max. Так вот, эта сыворотка и увлажняет, и восстанавливает, и заживляет. И она максимально универсальная, и она очень хорошо себя проявит на тех из вас, у кого проблемная кожа, у кого нарушен защитный барьер. Просто кто нуждается в увлажнении, и кто хочет получить глаз эффект. То есть, когда кожа такая, знаете, увлажненная, сияющая, но не жирным блеском, а вот когда она так красиво отражает свет, но при этом с нее не течет вот это вот все. Нет ощущения того, что мы намазались чем-то, что просто закрыло нашу кожу и не дает ей дышать. Нет, она имеет такую, как бы слегка гелевую текстуру, она хорошо впитывается. Она сама по себе зеленая, и это экстракт, но не такого цвета. Здесь этого экстракта очень много, больше 70%. Также есть неоцинамид, гиалуроновая кислота в составе. Солимакс славится своими безопасными составами, своим базовым уходом, который всегда является таким начальным этапом в уходе. То есть, не имея хорошей базы, вы не можете добавлять какие-то активы, потому что вы будете только усугублять ситуацию. То есть, если изначально нарушен защитный барьер, а ты еще и намазал кислоты, которые вообще разрушили его напрочь там или просто повредили, то потом кожа может начать бунтовать уже из-за того, что защитный барьер не восстановлен. Также эта сыворотка имеет такой антибактериальный эффект, то есть, если есть какие-то ранки, где-то что-то выдавили, то она способствует зажилению, и за счет того, что неоцинамид в составе, цинтелла азиатская, она тоже хорошо заживляет и успокаивает кожу. Так вот, при регулярном использовании экстракта нони даже как будто тон кожи выравнивается. Но это все очень постепенно, это не намазать там, не знаю, какую-то кислоту, которая сожгла все лицо, облезла, отлично, идем дальше. Это очень постепенно, это очень бережно, это очень нежно на нашей коже, мне очень понравилось. Что-то еще хотела добавить об этой сыворотке, очень важное. Упаковка у нее классная, то есть, ничего там не нужно набирать самому, защелкивается, набирается пипетка и распределяем. Много не используйте, достаточно там нескольких капель на все лицо и на шею, там я даже на декольте наношу. И пахнет она также приятно, таким чем-то растительным. И знаете что, у меня чувствительная кожа. Долгое время я после умывания была, знаете, таким розовым поросеночком, у меня кожа сильно реагировала на все. И когда я использую средства с экстрактом нони, ну вот салимакс у меня только с ним, заметила, что кожа стала менее такой раздраженной. И она, даже если там после теплого душа, если она розовая, она очень быстро успокаивается после этих средств. Буду покупать еще, вот однозначно. Очищающая пенка тоже от опалм. Зачастую такого плана пенки, такого формата, они у меня очень быстро заканчиваются, и меня это аж злит. А это было так долго, и она такая приятная. Она с нейтральным уровнем pH, и она вообще не пересушивает кожу. Она подойдет и для утреннего использования, и для вечернего. Она досмывает косметику. Она вот прям то, что надо. Я бы с удовольствием купила, но она сейчас отсутствовала на iHerb. Тоже там беру, не помню, пахнет, ну чуть-чуть чем-то пахнет. Вот если крем от опалмы, он совсем без отдушки, пахнет просто кремом. Вот как после производства, да. То здесь небольшая отдушка есть, и пена не слишком плотная. Она вот такая и не жидкая в сам раз, золотая серединка, и достаточная того, чтобы там как-то дополнительно что-то вспенить на лице, досмыть. И вот эта пенка прекрасна. И вообще не сушит, не стягивает, все смывает, и повторю. Аромат Zadiki Voltar This Is Her. Он такой сливочный, он такой приятный. Это как что-то такое теплое, согревающее, как кашемировый шарф, который ты набрасываешь на себя, и он не колется, но при этом такой теплый. Тебе в нем так уютно. Такой, знаете, женственный, но при этом не кричащий, не орущий. Там все, что я вся такая секси-шмекси, и привлекаю на себя внимание, и на работу, и на каждый день. Только на работу, пожалуйста, не перебарщивайте, потому что это все-таки сладкий аромат, и он какой-то вот такой, знаете, не попсовый. Есть супер популярные ароматы, как La Vie Belle. Я не говорю, что они там какие-то не такие. Нет, на любителя, но они очень популярны, они очень узнаваемы. И ты вот идешь, и ты буквально улавливаешь все ноты вот этих попсовых, как я сказала, ароматов. Но это не уменьшает красоту каждого из них. Я просто делюсь с вами какими-то впечатлениями. А это что-то такое, как будто я универсальная на все случаи жизни, и я настолько наслаждалась им, пока пользовалась. И мне даже жалко было, что он у меня закончился. Это как и сливочное мороженое, и что-то вот такое теплое, очень уютное на межсезонье. Я обязательно куплю себе или какой-то аромат от Zadiki Valtar, или же, повторю, прям его точно такой же, как и базовое, но при этом и тепленькое, и что-то в нем есть такое интересное. И этот аромат никогда меня не напрягал, несмотря на то, что это все-таки сладость. Ну, я хочу вам провести такую интересную аналогию. Когда я хочу мороженое, я прихожу, и вот такой большой выбор, тут и клубника, и мороженое с розой, и с лавандой, и еще чего-то. Я смотрю и не понимаю, чего я хочу. Я выбираю то, что я люблю. Сливочное мороженое, обычное, пломбир. Дайте мне, пожалуйста, это беспроигрышный вариант. Вот это то же самое, когда ты смотришь на 100 флаконов, и ты вообще не понимаешь, что тебе взять, чтобы оно тебя и радовало, и чтобы там остальных не задушило в умеренном количестве. Ты берешь этот аромат, и для меня это даже в каком-то плане, как аромат мамы, такой комфортный, такой вот прям, да, комфортный. Комфортно, сладко, чуть-чуть, согревающий, сливочный. Пора идемся по тяжелому люксу, уход от Герлен. Я жалею, что я открыла крем из линейки Абель Рояль в холодное время года. Это дневной крем, такая красивая упаковка, но это прям поставить и кайфовать. Почему? Зимой мне все же не хватало в нем увлажнения. Наверное, имеет смысл покупать всю линейку. То есть, Абель Рояль, там, тоник какой-то, сыворотка, вот сыворотку я бы очень хотела, и крем. Тогда это будет роскошь. А так, если у тебя только крем и все остальное не из этой линейки, как будто тебе не хватает крема. Я привыкла несколько к другим текстурам и более другому уровню, более насыщенному уровню такого увлажнения с питанием. Для меня это прям критично важно. Я открыла, думаю, ладно, уже допользую, там и сыворотки добавляла. Но я думаю, что на весну-лето для сухой комбинированной кожи, склонной к сухости, крем у меня не вызывал закупорки пор, но только на день. Действительно, на ночь этого мне катастрофически не хватало. Приятная душка, крем там с пчелиными, то ли с молочком пчелиным, ну, в общем, с питательными, казалось бы, свойствами. Но в холодное время года мне этого не было достаточно. Это была моя ошибка, что я его открыла не в нужное для меня время и не использовала его со всеми остальными из линейки Абель Рояль. У меня также было несколько пробников, вот несколько таких саше, тоже линейка Абель Рояль. И это сыворотка под глаза, которая с одной стороны имеет такую типа гелеобразную консистенцию, а со второй кремовую. И я это чудо использовала под глаза и в поездках, и просто когда хотела себя побаловать, смешивала это все и даже без крема. Вот это очень хорошо и увлажняло, и питало. Я думаю, что с кремом под глаза это было бы роскошество. К сожалению, пока что я не планирую покупать такой дорогой уход, но у меня есть что-то не менее хорошее. Если вы любите люкс, то вот такую сыворотку под глаза могу тоже одобрить. Советовать или нет? Не говорю, что аналогов нет на этой планете, но это было очень приятно. И у них такие красивые упаковки. Вот это я бы тоже взяла в полном размере. Дифирин, мой адапалин для лица. Это ретиноид. Это что-то, что продается по рецепту. И средство для тех, у кого проблемная кожа, закупоренные поры. Я заказывала это на свой страх и риск. У нас это продается по рецепту. Я пошла к дерматологу по своим вопросам еще в конце января. И тоже призналась, что я такая умная. Сама начала этим пользоваться. Во-первых, я все сделала правильно. Я пациент. И поэтому на мне это сработало. У меня действительно с того момента, как я начала пользоваться дифирином, уже нет вот этих шишек подкожных, которые очень долго заживают, чтобы это все прокалывать, чтобы бесконечно ходить на мануальные чистки и вообще масса с какими-то точечными средствами от прыщей. В общем, адапалин, да. У меня есть целое объемное видео, где я рассказываю, и как правильно этим пользоваться, и как правильно это вводить, и что лучше выбрать для себя. Будьте осторожны. Лучше, конечно, обратиться к доктору. Но это то, что помогает при высыпаниях или забитых порах по протоколу лечения акне. А, как мне говорил, кстати, не один дерматолог, с одним это был полный провал. Я такого вообще халатного отношения в жизни не встречала. Но пошла потом еще к другому, слава богу. В Польше нет такого понимания просто как забитые поры или как прыщи. Это акне. Легкой тяжести, средней, тяжелой тяжести, если это даже три прыща, это все равно акне. И по протоколу лечения акне начинается с адаполена, то есть с дифферина. Кстати, у нас он тоже так и называется. Дифферин тоже продается по рецепту. То же самое средство. И первый доктор меня, конечно, отчитала за то, что я пользовалась дифферином. Потом хотела мне назначить изотек. Это ретиноиды, которые принимаются внутрь. В моем случае это не особо имеет смысл. У меня не настолько много было этих высыпаний. Они не настолько регулярные. Вообще она не собиралась искать причину того, что со мной это происходило. А потом я говорю, подождите, но мне нужно проконсультироваться и с гинекологом, потому что там противозащаточные, которые мне нельзя принимать. И в общем она меня тоже отчитала, не ответила на мои вопросы. И в конечном итоге тоже выписала мне рецепт на адапален, на тот же дифферин. И я вообще ничего не поняла. Я ей задала еще несколько вопросов по e-mail. Она сказала сама обратиться к ней. Она не ответила. Я сдала анализы и пошла просто к другому дерматологу. Получила еще список того, что нужно проверить. И в итоге, да, даже второй дерматолог сказал, что при любых высыпаниях, если они появляются, и если это даже циклично, как-то перед месячными высыпаниями, если это ненормально, и по протоколу, да, действительно, лечение начинается с адапалена, и только потом уже и третинаин может быть, и антибиотикотерапия, и только как финально, если ничего не работает, при очень тяжелой сложности акне, назначают изотек. Но пока это ретиноиды, которые пьются, они очень плохо сказываются вообще на состоянии здоровья, и волосы выпадают, и кожа сильно шелушится, и печень, и холестерин повышается. В общем, это серьезная тема. А мне сразу на три моих прыща хотели назначить изотек без обследования, то есть без поиска причины. Это было странно, меня это насторожило, и слава богу, что ума хватило пойти еще проконсультироваться. Но я пациент, мне это помогло, и я продолжаю свою борьбу за красивую, здоровую кожу. Даже если у меня нет какого-то, знаете, супертяжелого акне, но прыщи, которые периодически появляются, а если это забитая пора, она очень глубоко, это настолько раздражает, и продолжаю работу над тем, чтобы все оставалось так, как есть, и не было каких-то высыпаний. Так, гель для бровей от бренда Клареса. Это очень-очень сильно фиксирующий гель для бровей, он прозрачный, и написано, что это клей для бровей, он действительно пахнет немножко клеем, очень удобная маленькая щеточка. Но, друзья мои, так как я обильно прокрашиваю брови, это чудо у меня быстро закончилось, быстрее, чем год-то-би, например. Если ищете что-то недорогое, но при этом, чтобы зачесать, так зачесать, и чтобы никуда ничего не двигалось, вам должно понравиться, но не перебарщивайте. И когда он уже заканчивался, и был таким чуть старым, то появлялся слегка белый налет. Тональный крем Shiseido, Synchro Skin Glow, это моя любовь бесконечная, если бы у меня забрали все тональные кремы, и сказали оставить, ладно, не один, а два, это был бы BB крем Pupa, и сияющий тон Shiseido. Вот, хоть прибейте меня, отчасти бьюти-блогер готов возвращаться к тому, что проверено, что так роскошно выглядит на лице, это легкое к среднему покрытие, это очень красивое, дорогое свечение, такое здоровое, это лоск кожи, вот, дорогое свечение, как-то так уже приелось, это лоснящаяся кожа, такая супер ухоженная, это увлажнение, я наношу его тоненьким слоем, и где там что-то не доперекрылось, я добавляю корректор, и это всегда работает, и при тонком слое он никуда не проваливается, даже если я зафиксирую его супер-супер легкой пудрой, в общем, этот тон роскошь, роскошь, лоск на лице, это один из моих самых любимых тональных кремов, я тут ищу пудру под глаза, куда-то я ее снова пристроила, а и тон у меня такой универсальный оттенок, это N3, но он больше на лето, хотя если тонким слоем нанести, то даже зимой могла бы приспособиться, но мой оттенок зимой, не загорелый, это N2, сейчас я без автозагара, совсем бледная поганка, тушь для ресниц, вот это надо мне купить снова, это Catrice, Glam and Doll, да, тушь с силиконовой щеточкой, она очень здорово подкручивает реснички, делает их черными, такими изогнутыми, красивыми, кукольными, она у меня не осыпается, не размазывается, я ее любила, вот если бы я сегодня такой тушью накрасилась, мои ресницы выглядели бы в сто раз лучше, так что нужно поискать, еще одна корейская находка, это гель для умывания от Beauty of Choson, когда я уже наэкспериментируюсь, дай бог себе не навредить, это у меня такое бывает, что только все перепорчу, но в любом случае, когда-то вернусь к нему, потому что он такой универсальный, для утра, для вечера, когда угодно, смывает косметику, не вызывает жжения глаз, какого-то дискомфорта после умывания, очень-очень крутой, если ищете что-то в свою повседневную рутину, то однозначно да, натуральное масло под глаза, это микс разных масел, я знаю, что не всем подходит такой уход, у кого-то он вызывает жировики, если бы вы мне об этом не писали, я бы не знала, для меня это то, что работает в холодное время года, многие кремы просто-напросто не справляются, то есть это как микс натуральных масел, которые разогреваются под воздействием тепла пальцев, и небольшое количество наносишь под глаза, я и под макияж этим мазалась, моя кожа впитывала, ничего там не размазывалось, из декоративной косметики не скатывалось, но это то, что убирает сухость, и при том, что я использовала ретиноиды на ночь, то кожа вокруг глаз могла очень сильно пересыхать, несмотря на то, что ее защищала чем-то там, но все равно кожа была более сухой, чем это обычно зимой, и ни один крем не давал мне такого питания и такого восстановления, как подобного рода средства, я его покупала в Греции, но сейчас у меня похожее средство из iHerb тоже, я понимаю, что не для всех, но мне это подходит, поэтому я об этом вам рассказываю, еще один дифферин, я их использовала много за полгода, а это вазелин для губ, под названием вазелин, но это действительно настоящий вазелин, только с ароматом розы и с розовым оттенком, мне это нравилось, и на мне это опять же работает, поэтому я купила себе уже в такой шайбе, мне показалось, что в шайбе как будто более розовое, и это смягчает губы, это восстанавливает их, как ни странно, после матовой помады, на ночь я этим пользуюсь, и если вы ищете что-то защитное, когда вы пользуетесь ретиноидами, то тогда вазелин это самое универсальное бюджетное средство, наносим на губы, вот прям так обильно, на крылья носа, под глаза, я уже там приловчилась по-разному, и привыкла к адапалену, у меня это не вызывало уже потом шелушения, чего-то, какого-то раздражения, но губы все-таки периодически пересыхали, аж трескались в уголках, поэтому вазелином я, конечно, мазалась с ног до головы, у меня где-то еще прозрачная версия, консилер под глаза от Max Factor, несмотря на упаковку, которая меня подбешивала, потому что здесь вот этот спонж такой, которым я совсем не пользовалась, зачем его сюда прицепили, просто был бы тюбик, и дешевле чуть, хотя у нас по акции или онлайн всегда можно купить не так дорого, потому что Max Factor, это все-таки middle market, это не совсем прям бюджет-бюджет, но консилер, слушайте, он и увлажняет, и передавал такое освещение кожи, и среднюю, ну в зависимости как нанесешь, от легкой к среднему плотность покрытия, я прям его сильно любила, и он комфортно ощущался, в течение дня хорошо носился, с пудрой под глаза, которую я использую, и не было у меня к нему никаких вопросов, он с витамином С и Е, не знаю, в любом случае, это действительно один из лучших консилеров, в принципе, которые у меня были, из люкса, из бюджета, из middle market, и мой универсальный оттенок, это 02, увижу когда-то по акции, куплю, потому что, я не то, чтобы заставляла себя им пользоваться, вот мне нужно было накраситься, чтобы было классно, я брала его, а не выискивала там какой-то Dior, Dior, Dior я тоже пользуюсь, но этот совершенно не уступает, и мало того, он еще и лучше многих других дорогих, это факт для меня, баттер для тела от бренда Chao Tsut, это марка от польского производителя, от того же, что делает косметику Peza, и вот у него такая легкая отдушка, это линейка с коллагеном, и мне так нравился этот баттер для тела, он придает коже такую эластичность, и увлажненная, такая даже немножко напитанная, это просто два разных понятия, то есть это не жирный баттер, который нужно разогревать, а это как что-то сильно увлажняющее, но при этом немножко напитывающее кожу, и я им мазалась после операции, и надо кстати поискать, очень хороший, и аромат такой ненавязчивый, и упаковка очень красивая, большой объем, и сейчас, когда уже тепло за окном, вот это то, что и на зиму, и даже в принципе на любое время года, но нигде я не могу найти пудру, которую взяла специально в карман, чтобы показать вам здесь, это пудра под глаза от Haan, уже найду, выброшу, пустая упаковка, пудра именно для области под глазами, она так и называется, собственно, небольшая упаковка, она белая, она мелкая, и ее нужно совсем чуть-чуть, если нанести много, у вас может появиться белый оттенок под глазами, но как же хорошо она фиксирует консилер под глазами, бейкинг я ею не делала, а просто вот кисточкой наносишь под глаза, очень много раз показывала, и она хорошо держит консилер под глазами, не скатывается, и визуально очень хорошо разглаживает кожу под глазами, и это было максимально универсальное, что-то, что работало со всеми консилерами, которые у меня есть, и я пользовалась ее очень долго, и даже наносила ее на всю Т-зону, такой фотошоп под глаза, который еще и хорошо держит косметику, оставлю ссылку в инфобоксе, как и на все остальное, что я сегодня показывала, как всегда внизу будет вся информация, извините, где-то посеяла в доме упаковку, и последнее на сегодня, это огромное ведро мицеллярной воды от бренда Эвелайн, чаще всего покупаю их мицеллярные воды, потому что смывают, особенно тушь, это самое проблемное, потому что не вызывают раздражение глаз, у них есть линейка для чувствительной кожи, для чувствительных глаз, без отдушек, вот это типа профессиональное там, и убирает стойкий макияж, ну как стойкий, не водостойкий, вроде как обещают убирать водостойкий, но я таким не пользуюсь, очищают, увлажняют, не знаю, для меня это первый этап очищения, или я всегда пачкаюсь тушью, и мне нужно палочкой убрать тушь, и потом только нанести тени, это, ну вот такой странный способ нанесения макияжа глаз в моем случае, по-другому никак, иначе я запачкаю все века, и да, хорошая мицеллярная вода, за недорого, особенно если покупать по акции, то это вообще даром, потому что она стоит гораздо бюджетнее, чем многие там типа биодерма, гарнье, разницы я никакой не вижу, это действительно хорошая мицеллярная вода, даже для тех, кто там работает визажистом, скажем, да, или для повседневного использования, девочки, хорошая мицеллярка. На этом у меня все, я надеюсь, вам сегодня было интересно, вы зарядились моим хорошим весенним настроением, не забываем поставить пальчик вверх, и пока-пока, встречаемся с вами в новом влоге. Субтитры создавал DimaTorzok